В спектакле театра Карлсон Хаус по мотивам сказок Туи Янсен бережно сохранили не только визуальное решение автора, хорошо знакомое и маленьким и взрослым, но и атмосферу оригинального текста. Постановка, как и сама шляпа волшебника, полна магии. У нас семейное буквально увлечение мумитролями. У нас все книги о мумитролях, у нас все истории о мумитролях. У нас есть один пятилетний юноша, который готов цитировать мумитролей. У нас есть сорокалетний юноша, который знает мумитролей почти всех наизусть. Ну и мама, которая всегда ассоциирует себя с мумимамой. И, в общем, короче, у нас семейство такое очень мумитрольское на самом деле. Поэтому я даже стараюсь соответствовать белой и с позже. Все семьи и фанаты мумитролей. И с детства я книжку знаю наизусть. И, конечно, я не могла такой спектакль пропустить. И тем более такой театр, такая театральная труппа великолепна. Спектакль Ваня о загадочной русской душе, философский и заставляющий задуматься, глубокий, не оставил равнодушных. Он открыл гастроли и задал тон всем театральным выходным. Это такая тема, такая русская матрица, которая у нас внутри все вот эти образы, образы дракона, богатыря, образ пути к подвигу. Их не анализируешь, их просто понимаешь на каком-то анагенном уровне. С первого взгляда детский спектакль про монстров тоже рекомендовался к просмотру и взрослым. И не случайно. Спектакль «Домашние монстры» очень понравился. Это французская история, но мне сразу показалось это похожим на такую ленинградскую коммуналку, так как театр из Петербурга. Вот такая у меня сложилась ассоциация. И это невероятный полет фантазии. Вот эти все куклы или даже их части, только ноги или руки появляющиеся. Я каждый раз, как ребенок, удивлялась каждой новой игрушке. Ну а сама история, она действительно очень такая, понятна и детям, и взрослым, про то, что мы должны всегда уживаться с другими. Карлсон Хаус не раз бывал в Рязани. На рязанских смотринах полноценные гастроли впервые. Хочешь прокатимся вместе? Ой, и куда мы взлетим? Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова